всем привет у нас уже наступила середина лета это значит что сейчас все сложнее и сложнее на многих водоемах найти место именно где можно спокойно порыбачить приходится либо заранее там выкашивать вырывать траву либо искать те места где уже кто-то это сделал до вас связи с этим решил себе сделать небольшую такую косу рыболовную есть у меня вот такой подсак длиной два метра он у меня вот так вот вкручивается поэтому хочу сделать косу универсально с чего и как я и буду делать сейчас я вам покажу достался мне вот такой вот кусок них пилы то что она немного кривая ничего страшного так все получится также подобрал болтик нужного мне диаметра с нужной резьбой как раз вот он видите закручивается мой подсак отлично то есть примерно что-то мне должно вот такой вот получится первым делом подготовлю болт сперва болгаркой отпилив шляпку и сделаю пропил где-то один сантиметр показывать это все не буду вы увидите как только конечный результат ну и собственно вот что мне получилось пропил получился практически такой же толщины как сама вот это вот металлическая пластина теперь можно будет очень комфортно это все дело приварить чтобы пластину транспортировать вместе с подсаком отмеряют длину то есть как раз она мне по длине подходит здесь сделаю небольшие такие вот краев скругления также мне надо будет убрать вот эти вот зубцы дальше просто все это дело заточить также сейчас все это от пилю не покажу конечный результат вот такая заготовочка уже получается обратите внимание что затачивает лучше с той стороны где были зубчики так как здесь более закаленный металл то есть обычно калят такие пилы примерно там на сантиметр полтора вот этого часть более мягкая это чтобы при работе она не была хрупкой не ломалась так что точить будут с этой части соответственно вот этот 4 даже будем и варивать разместил все по центру выставил угол 90 градусов поджал струбцин теперь сейчас сваркой прихвачу также это показывать не буду и продолжим слегка обварил все это дело теперь нужно скруглить задние края и заточить кромку немного выровнял поверхность скруглил края теперь остается только заточка затачивать здесь нужно примерно так же как обычный пухтанный нож это можно сделать как при помощи наждачного круга так и при помощи болгарки используя вот такой вот лепестковый диск как я вам и говорил при помощи болгарки лепесткового круга это самый простой вариант немного заправил края слишком тут острота не нужна бритвенная но все равно желательно делать все получше поэтому после этого я еще прошелся ножи . подправил можно сказать коса готова теперь чтобы при работе она не раскручивалась нужно поставить кусочек шланга на резьбу тогда это все будет намного плотнее и лучше резиновый шланчик здесь нужен чтобы при работе с этой косой она у вас случайно не открутилась а сидела на вот этой вот руке жестко и никуда не болталась обязательно также на ножи нужно сделать какой-то защитный чехольчик чтобы при транспортировке ничего не порвалось и самому не поранится шланчик одел нужно проверить теперь она будет сидеть жестко и при работе вас никуда не сорвется дальше приехали на берег либо в сапогах либо босиком зашли в воду в нужном вам месте которое понравилось срезали камыши траву кувшинки и можно приступать спокойно к рыбалке ну и в общем вот такая вот рыболовная коса а с ней одновременные подсадки у меня получились потратил на изготовление где-то около часа с учетом того что еще видео снимал так что ничего сложного здесь нет если у вас есть подходящие инструменты а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр надеюсь что эта информация для кого-то была полезной всем пока до новых интересных видео